Здравствуйте, мои зрители! По поводу политических событий во время Олимпийских игр. Я вам говорила в том видео, что я сделаю отдельное видео. Такое видео будет небольшое, политические события, что во время Олимпиады. То есть на Олимпиаде спокойно, но враг все равно не стоит на месте. Политика играет в игрушки. Провокации со стороны, я не для Олимпиады, там не все нормально. А вот именно политика со стороны СМИ во время Олимпиады, вот такие моменты. Политика в СМИ будут вбросы. Все, на Украину напали, Россия уже зашла, всю Украину забрала. Белоруссия тоже там уже войска направила. Короче, вот такой бред будет идти. И, кстати, он уже есть. Уже есть, уже был вброс. И такие вбросы до конца февраля еще будут. То есть, но все равно Олимпиады они будут держать. Все равно не будет у них военные действия, не начнутся. А вот политические игры такие в СМИ, они будут проигрываться. Кстати, вот мне сейчас идет информация тоже, туда же включится и Турция. Турция, Эрдоган, вот тоже вот будет там играть немаловажную роль в политике. Вот что-то вот они там будут... И сейчас, кстати, это заметно. Очень много, что-то политический фон зашевелился. И я вам говорила в видео о том, что Украина все равно развалится, понимаете. И вот это такое, скажем так, болотное состояние на Украине с Россией, оно не может продолжаться. Этому уже подошел конец. Все. Лавочка закрылась. Надо вот это все закрывать, прикрывать это все. Поэтому сейчас идут политические события, каждый день новое, 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 новое. Тут встречи сначала до Олимпиады в Россию, в Россию. А теперь уже на Украину, на Украину разные. С Америки, с этой самой какой... Ирдоган тоже приезжал. И с Англии там приезжали. То есть много от правительства представителей приезжают. То есть что-то здесь уже не то. Понимаете? Вот уже знаки. Вам говорят, что сейчас очень быстро все это прокручивается. То есть я вам говорила, что Россия поставила свои условия. Все. Россия поставила. Дальше. И отступать от этих условий она не будет. Все. То есть она дело доведет до конца. И как бы там Зелезки не хотела, встретиться там. Спустим, встреча должна произойти. Я вам уже говорила, что встречи все равно будут. Хотя они по телевизору, скажем так, общаются. Все равно общение есть. И, скажем так, Зеленские тоже в курсе. В курсах что-то будет происходить. Кстати, зачем вот эти выбросы будут, я вам сейчас скажу. Бросы будут, значит, они уже... Я уже по какому-то видео говорила. Убросы будут происходить на почве того, что надо же произвести деление Украины. А как это сделать юридически, они не могут никак сделать. Вот не могут они в один день как бы объявить. Ну, хотя, вот смотрите, был один... Я уже говорила, что вот один брос уже произошел. Такой, что что-то уже там типа... Россия напала на Украину, уже в районе Донбасса, уже там все, нападение произошло. Эта информация провисела полдня в СМИ. Вот все СМИ начали куролесить, все это рассказывать, это обжевывать, это все. И в то же время, значит, тоже венгры влупили в СМИ о том, что мы, значит, забираем территорию Украины, там, где находятся венгры, вот, это Закарпатье, там вот эта территория, Мукачево, там венгры. Все. Мы, значит, защищаем своих венгерскоязычных, которые говорят на венгерском языке. Это наши жители, наш народ. Мы их защищаем и, значит, забираем себе, вводим свои войска. Все. То есть мы свой народ не дадим в обиду. Тем более, значит, венгерский народ принижает, не дают им разговаривать на своем языке. То есть этнические вот эти вот. А у нас же навязывание украинского языка, а больше этноса у нас никакого нет. Все, вот украинский все. Вот все на украинском, все. Остальное никакой этноса мы не признаем. Никакие языки ничего не признаем. Вот так вот, такая политика на Украине. А те защищают своих. Понимаете? Я вам уже говорила, что документы подписаны уже давно. Из Венгрии, из Польши, и вот это вот, с Чехии, и с Румынии. Вот они ту территорию, они уже давно поделили. Но в Венгрии это вообще давно записано уже. Тут даже и разговоров нет, понимаете? И вот Венгрия уже проявила. Все, она уже проявила. И поэтому для того, чтобы вот как-то это разорвать, это все Украину, как-то ее поделить, надо сделать какую-то военную заворушку. Понимаете, я не политик, я не знаю, что будет происходить и как это будет проигрываться. Я вам говорю то, что вот мне приходит. Я вам уже говорила, значит, что вот какая-то вот большой глобальной войны не будет, не будет. А вот какая-то заворушка, ну вот люди на той территории, вот в районе Донбасса, конечно, старайтесь, ну я не знаю, мне их жалко, конечно. Ну старайтесь уехать с этой территории, что ли, потому что там обстрелы будут продолжаться. И это может так усилиться, понимаете? Вот, и, ну это политическая игра, страдает кто? Обычные люди страдают, обычные. Вот, поэтому вот они там начнут что-то, что-то, это самое, военные действия стрелять, там это все. Покажут картинку, все это дело раскрутят в СМИ, что там бомбы летят со всех сторон. Вот такое будет, так раскрутят эту картинку, что находясь вдали этой территории, ты будешь думать, что там вообще все, там конец полностью накрыло всех. То есть вот такое будет просто ошарашивающее СМИ, вот, но это раскручивается не просто так. Раскручивается для того, чтобы разорвать. Вот только как, ну они ждут вот закон о принятии по поводу конфедерации на Украине. Как только этот закон будет принят и протянут через парламент, все, ребята, все, Украины не будет, все. И это все будет как наваливаться, наваливаться, и быстро-быстро-быстро все это будет прокручиваться. Вот, так что будем ждать событий. Сложно, конечно, в сложное время, мы же им попали, называется. Вот, ну, что делать? Держитесь, люди, проживающие на этих территориях. Так что там не только Россия и Украина замешаны, там весь мир замешан на этой территории. Вот, и Зеленский сейчас уже и понимает, что что-то не так. И в его глазах, вот, когда он стоит, видно уже страх. Страх, он уже понимает, что и сделать ничего не может. Даже не то, что не может, он мог бы. А если у него был такой характер, он бы, конечно, мог поставить, я глава страны, и я вот так. А он этого не сделает. Вот, у него какой-то страх в глазах. Вот, поэтому произойдет так, как оно должно быть. Нам остается только ждать. Поэтому, даже вам, я еще увидела, к чему это делаю. О том, что не бойтесь во время Олимпиады. Сейчас еще накручивают, знаете, типа, 20, вот число идет, 22-е, 02-е, 2022-го. Вот обязательно Путин нападет. Вот, вот обязательно. Вот именно в эту дату, вот обязательно. Кто-то говорит, нападет. Кто-то говорит, тут переходы всевозможные будут происходить, квантовые, что-то там, земля разрушится, плиты пошли земные, ну все. Именно в это число. Понимаете? Ну, такой бред уже говорят, понимаете? Да, эти числа интересные, да, они астрологически как-то там заложены, но не такое, как вот включают в это люди и выкидывают в это спину. Вот, обычная дата, вот и все. Вот, в эту дату, может, кому-то сделки надо заключать, ну, как обычный астрологический прогноз. Вот, кто-то записывается на бракосочетание, потому что такие числа, якобы, брак становится счастливым. Хотя это не факт, это просто раскрученные даты. Вот, на эту дату, якобы, за три года записывается, чтобы попасть в эту дату. Это не факт, не факт. Это просто раскрученные в СМИ наши даты. Вот и все, как 2000-й год, миллениум, окончание века. Ну, вот такое. Вот то, что я хотела донести зрителям. Будем ждать, наблюдать. Ну, что нам остается? Ну, к этому старайтесь относиться позитивно, а люди, которые на той же территории, старайтесь, конечно, ну, вот до вас наверняка тоже там доносят информацию, что надо вот съехать когда-то в какой-то период. Ну, съезжайте, лучше съедите, потом вернетесь. Ну, тяжело, ну, вот такая жизнь, понимаете? Ну, что сделаешь? Ну, вот, не хотите съезжать, ну, хоть на какой-то период времени выезжайте, если вам, говорят, если вам дорога жизнь. Дом потом вам дадут, все равно построят. Какую-то хату дадут все равно. Понятно, что вы работали, трудились, ну, что сделаешь? Ну, пока это политики не утрясут это все, спокойствия вам там не будет. Так что всем удачи, благополучия, до свидания.